Люди, которые излишне заморачиваются. Какой маловероятный сценарий все-таки сбылся, но вы оказались к нему готовы, потому что вовремя заморочились. В России могут заблокировать YouTube, поэтому, чтобы не потеряться, заходите в наш Telegram-канал и в нашу группу ВВК, все ссылки в описании. Но и на YouTube мы тоже будем продолжать выпускать ролики, поэтому, чтобы их посмотреть, качайте VPN. Я правша, в свое время травмировал правую руку. В детстве у меня был иррациональный страх, что мне ее отрубят. Весь шестой класс я учился писать и делать все левой рукой. Я предлагал сознательные усилия, чтобы стать амбидекстром. Насколько это вообще возможно? Уже во взрослом возрасте я сломал несколько пальцев на правой руке. Но для меня это не стало большой проблемой, потому что я мог одинаково хорошо выполнять большинство дел левой рукой. Удобно. У меня точно такой же страх, и время от времени я тренирую свою левую руку. К тому же я пытаюсь научиться эхолокации на случай, если ослепну. В колледже старшекурсники периодически крали полотенца младшекурсников из душевых кабинок и запирались в их комнатах. После чего пацанам приходилось с голой жопой идти в администрацию. Как-то раз мне пришла в голову идея на всякий случай спрятать полотенце над плиткой в потолке. Прошла, может быть, неделя, как я стал жертвой старшаков. Они своровали мое полотенце. Как же они были недовольны, увидев меня в чистом полотенце, которое я достал из своего потолочного тайника. У меня в бардачке все время лежат ножницы. Они выручили меня, когда в парке один пацан затянул тонкий хомут вокруг пальца моего девятилетнего сына. Кровь совсем перестала поступать в его палец. Кроме того, оказалось, что мать одного из детей в этом парке была медсестрой, и в итоге она тоже помогла, чем смогла. Короче говоря, всегда носите с собой ножницы и медсестру. Вот черт забыл положить к себе медсестру. Их лучше класть в багажник, а не в бардачок. Перед свадьбой мы с будущей женой долго искали место для проведения церемонии. В итоге мы нашли один красивый сад, который находился довольно далеко от города. Подписывая необходимые бумаги по проведению мероприятия, я все парился о том, что это место находится действительно далеко от города. Поэтому спросил, а сколько времени потребуется скорой помощи, чтобы добраться сюда? Меня обсмеяли родственники с обеих сторон. Моя, на тот момент еще будущая свекровь, присутствовавшая на встрече, от смеха буквально упала со стула. Организатор свадьбы несколько недель вспоминал о моем вопросе, рассказывая о нем всем, кого встречал. Мой отец заканчивал каждое предложение словами, но, возможно, для этого нужно будет вызвать скорую. Моя жена издавала звуки сирены, когда я говорил что-то, с чем она была не согласна. На каждом семейном застоле все тети и дяди проверяли, есть ли поблизости скорая помощь и так далее. Короче говоря, отрывались по полной. И все же я не мог избавиться от этого странного чувства. Чтобы добраться до церемониального сада, скорой требовалось больше часа. Через несколько недель я принял решение оплатить присутствие на свадьбе частной машины скорой помощи. Переходим к церемонии. Прямо в тот момент, когда моя жена шла к алтарю, я увидел, как в глубине сада бегут с носилками два врача. Мой отец тут же крепко сжал мою руку и прошептал, это не твое собачье дело, пусть они там сами разберутся. Оказалось, что у одного из наших пожилых гостей случился сердечный приступ, и он чуть не умер прямо во время церемонии. Его спасла частная скорая помощь. С тех пор, когда моя жена говорит мне, что я слишком много заморачиваюсь, я сразу же издаю звук сирены. Как-то раз я ехал по трассе за машиной, на крыше которой были пристегнуты пара байдарок. Мой мозг с тревогой говорил мне, а что если они упадут с машины а-ля фильм «Пункт назначения». Я пытался убедить себя, что это иррациональный страх, но тревога взяла верх, и я решил перестроиться и немного отъехать. Примерно через 30 секунд я услышал грохот, обе байдарки соскользнули с крыши и покатились по трассе. К счастью, никто не пострадал, но от этого мне не стало спокойнее. Отвечу на некоторые комментарии. Я решил, что накручиваю себя, поскольку я не знаю ни одного человека, кто боялся бы ездить за машинами с грузом. Но теперь я понимаю, что, возможно, я повел себя не так уж и странно. Тут пишут, что многие видели, как с машины на дорогу падают лодки. Но мне кажется, у меня был другой случай. В моем случае все было не так, как вы описываете. Судя по комментариям, в которых вы пишете, как правильно нужно крепить байдарки, я делаю вывод, что те байдарки не были закреплены должным образом. Они вроде как не были привязаны к бамперам. В старших классах я всегда приносил с собой в школу запасной контейнер с соком и перекусом, а также дополнительный комплект одежды. Я переживал, что какому-нибудь ребенку с диабетом станет плохо и ему срочно понадобится сахар. На этот случай я брал с собой сок и снеки. Плюс я думал, что в какой-то момент я могу испачкаться или как-то испортить одежду. Тут бы мне пригодился запасной комплект. Так вот, как-то раз моему однокласснику, у которого был диабет, срочно понадобился сахар. Я оказался тут как тут. И по счастливой случайности, через несколько дней у моей одноклассницы возникли серьезные проблемы с одеждой. Поэтому моя футболка размера XXL послужила для нее одновременно как рубашка и как платье. Я все время ношу с собой немного птичьего корма, чтобы кормить уток в кампусе. Меня беспокоит то, что студенты в большом количестве дают им рис и лепешки. Как-то раз я шла по дороге в кампус и увидела женщину с ребенком, который был сильно увлечен какой-то птичкой. Но она отпрыгивала от него каждый раз, когда он к ней приближался. Я остановилась и сказала маме малыша, что у меня с собой есть немного птичьего корма. Ее ребенок может покормить им птичку. Только позже я осознала, как это выглядело со стороны этой женщины. Подходит какая-то незнакомая девушка и внезапно заявляет, у меня тут в кармане есть немного птичьего корма. Надо? Я ношу с собой в сумочке практически все, что только можно. Мы как-то были на пляже в межсезонье и увидели, как рядом упал какой-то мальчик. У меня было все необходимое, чтобы очистить рану и наложить повязку. Прежде чем мне все это понадобилось, я почти 20 лет носила сумку со всем содержимым, периодически заменяя пришедшие в негодность вещи. У меня был похожий опыт. Я вожу в машине практически все необходимое для того, чтобы выжить, если тачка сломается или случится что-то еще. В общем, я сидел за рулем и вдруг увидел, как пожилая пара переходит дорогу, направляясь домой после классного обеда в одном из заведений. Пожилая дама расшиблась о бордюр и содрала большой участок кожи. Она вся была в крови. Я увидел произошедшее, остановился, выпрыгнул из тачки, помог ей очистить рану и сделать перевязку. Круто, что я был готов к такому, и у меня получилось помочь паникующим старикам. Я мужчина, но в бардачке машины у меня всегда лежит тампон. Казалось бы, такая мелочь, но она не раз выручала в экстренных ситуациях. Ребят, не ленитесь, положите тампон себе в автомобильную аптечку. У вас ведь у всех есть автомобильная аптечка, верно? Может быть, не совсем в тему, но благодаря моей замороченности я обрела младшую сестру. В результате длинной цепочки событий мои родители, которые не собирались становиться приемными родителями и усыновлять ребенка, взяли под опеку младенца, чья мать только что умерла. Она не была нашей родственницей. Предполагалось, что мы возьмем ее всего на несколько недель, пока ее не заберут на постоянку. Как только я узнала, что мои родители согласились временно присматривать за ней, я поняла, к чему это приведет, и распечатала все документы для подачи заявления на ее удочерение. Я сделала все это еще до того, как она оказалась у нас дома. В один день родители сказали, что все же думают ее удочерить. И как же сильно они удивились, когда я вручила им папку со всеми необходимыми бланками и моими заметками о том, как происходит весь процесс. Она уже 7 лет по закону является моей младшей сестрой. В подростковом возрасте был период, когда я считал себя экстрасенсом. Знаю, знаю этот тупняк. Тем не менее, друг в шутку попросил меня сделать какое-нибудь предсказание. Я сказал ему, чтобы на следующий день он взял в школу фонарик, потому что завтра не будет света. Я и сам, придя домой, положил в рюкзак фонарик. Не знаю почему, просто так и захотел. На следующий день по всему восточному побережью выключили свет. Друг и по сей день просит дать мне какие-нибудь еще предсказания. Так, а что будет завтра? Надень ремень безопасности. Без очков я практически ничего не вижу. И поэтому в путешествия я всегда брал с собой запасную пару. В течение многих лет я даже не прикасался к запасным очкам, которые, однако, занимали ценное место в моем багаже. И вот несколько лет назад во время поездки в Монреаль, проснувшись утром, я увидел, что у меня сломаны очки. Не знаю, как это произошло, но у меня наконец-то появилась причина достать свою запасную пару. У меня в машине всегда есть огнетушитель. Как-то раз я был свидетелем автомобильной аварии, при которой у одной из машин загорелся двигатель. У меня получилось быстро его потушить, пока не начал гореть салон. Все остались живы. Хех, сегодня я узнал, что в других странах закон не требует наличия огнетушителя в автомобиле. Я из Бразилии. Панические атаки, которые у меня начались из-за того, что я очень много заморачивался. Изменено. Я чувствую себя обманщиком, ведь у меня уже около трех лет не было панических атак. Хотя с тех пор у меня периодически случались мелкие панические атаки. Тем не менее, в один месяц у меня было порядка более 30 панических атак. Я постоянно находился в замкнутом круге из панических атак и депрессивных состояний. А мой мозг работал настолько плохо, что казалось, будто я лишился большей части своего разума и почти всей личности. Но благодаря терапии, ведению дневника, физическим упражнениям и особенно тому, что я научился оценивать вероятность негативных последствий во время приступов тревоги, а также потому, что перестал обращать внимание на необоснованные катастрофические мысли, я хорошенько восстановил свое ментальное состояние. И мой уровень тревоги стал гораздо более контролируемым. У меня такая же проблема, особенно по ночам. Часто в голову приходят такие мысли. Если я сейчас не засну, то завтра мне будет тяжело. Сразу после этого возникает тревога от того, что я не смогу заснуть, и на следующий день мне будет тяжело. И именно из-за тревоги у меня и не выходит уснуть. Случай произошел, когда мне было 9 лет. Мы ехали домой и увидели первые клубы дыма, возникшие от кедрового пожара в Калифорнии в 2003 году. Предполагая худший вариант развития событий, я решил собрать всю свою одежду и потратил около часа на изготовление переносной клетки для моих свинок. Сбоку этой переноски я привязал бутылку с водой, чтобы свинки могли пить, упаковал их корм и на всякий случай их любимые игрушки. Следующие несколько часов я следил за новостями по поводу пожара и смотрел в окно, периодически спрашивая родителей, не нужно ли нам эвакуироваться. Ночью в какой-то момент огонь разгорелся слишком сильно и буквально охватил склон холма через дорогу. Я зашел в комнату родителей и сказал, пожар уже через дорогу, вы уверены, что нам не стоит эвакуироваться? Тогда родители всполошились и похватили важные документы и необходимые принадлежности. А когда мы уже запирали двери и собирались ехать, я понял, что забыл своих свинок. Родители сказали мне, что уже слишком поздно и я не успею их забрать, но я заплакал и объяснил им, что я уже все подготовил к их перевозке. В итоге они дали мне вернуться за свинками. С домом ничего плохого не случилось, благодаря тому, что наш сосед успел потушить разгорающиеся угольки до того, как начался пожар. Однако мы отсутствовали дома достаточно долго и если бы я не забрал свинок, то они бы уже точно умерли. Короче говоря, я помог спасти свою семью и домашних животных от пожара, потому что был тревожным ребенком. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пишите свои похожие истории и не забудьте, ну как обычно, вы же всегда это делаете, да? Ну я же вас очень прошу посмотреть наши другие выпуски. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова